Добрый день, в эфире телеканала НТС Новости, в студии Елена Яковлева. Умурбек Бабанов сделал заявление на своей странице в Фейсбуке. В данное время он отметил, что находится в аэропорту, однако не вылетает в Кыргызстан. Такое решение он предпринял, узнав из штаба своих соратников, что во время митинга, на котором его близкие, родные и сторонники. Собирались его встретить, будут организованы провокации. Что определенные третьи силы хотят дестабилизировать ситуацию. Умурбек Бабанов отметил, что не позволит использовать поддерживающих его кыргызстанцев в чьей-то борьбе. Он отметил, что собирался приехать спокойно, однако этим решили воспользоваться определенные движения. Умурбек Бабанов подчеркнул, что у него нет цели набрать политические баллы. Находясь полтора года на чужбине, он отметил, что соскучился по родной земле и своим родным. Однако тот сценарий, который готовят определенные силы, может привести к плачевным последствиям. В этой связи, подчеркнул Умурбек Бабанов, он просит отменить все собрания, встречи, на которые сегодня собирались прийти его сторонники, в целях безопасности всех кыргызстанцев. Он добавил, что его близкие как трудились, так и будут продолжаться трудиться на благо республики. Ну а в страну Умурбек Бабанов прилетит в ближайшее время, но не сегодня. Дорогие кыргызстанцы, сейчас вот 13 апреля, в 7 часов утра я нахожусь возле аэропорта вместе с журналистами, которые приехали меня поддержать, сопровождать. Я всю ночь получал звонки со своих штабов, что тот митинг, который вы ради поддержки меня запланировали, мирный, праздничный, что там готовятся от третьих сил большие провокации. Вы знаете, что отсутствие полтора года меня в Кыргызстане, это в первую очередь было связано только с тем, чтобы в Кыргызстане была спокойная и стабильность. Для меня это невысокопарные слова. И в связи с этим, дорогие кыргызстанцы, я принял очень тяжелое решение. Я благодарю вас всех и до конца своей жизни буду делать все, чтобы постараться изменить вашу жизнь к лучшему. Это главная моя цель в жизни. Я всего лишь хочу спокойно вернуться на свою родину. Хочу к каждым из вас встретиться, поговорить, обнять. Хочу надышаться воздухом своей родины. Вот это была главная моя цель – возвращение на родину. Но я ни в коем случае не позволю третьим силам использовать вашу поддержку в виде провокации. Ни одна политическая цель, никакие политические амбиции не стоят. Ни капли крови, я не говорю уже о жизни людей. Поэтому я для себя принял решение очень тяжелое. И прошу вас меня правильно понять. Прошу сегодняшние мирные митинги отменить. Я безмерно благодарен вам, дорогие мои кыргызстанцы. Даст Бог в ближайшее время, я приеду в Кыргызстан. И мы обязательно вместе с вами реализуем. Наша задача – чтобы в Кыргызстане была стабильность, чтобы в Кыргызстане было спокойно. Чтобы мы спокойно поднимали Кыргызстан. Я прошу, если я чьи-то надежды не оправдал, кого-то разочаровал, Прошу меня понять и простить. История рассудит. История даст оценку моим поступкам, моему шагу. Но лучше я пожертвую своим именем, чем я создам какие-то условия третьим силам, которые будут представлять какую-то угрозу вашей жизни. Я этого никогда не хотел. Я этого никогда не допущу. Я абсолютно уверен, даст Бог в ближайшее время я спокойно вернусь на родину. И мы обязательно с вами увидимся. Я безмерно вам благодарен за вашу поддержку. Это огромная сила, это огромный дух и моя жизненная энергия, ваша поддержка. Прошу меня понять. До скорой встречи. Спасибо огромное. О том, как принималось это решение, Умурбеком Бабановым рассказали и люди, находившиеся с ним в данное время. Один из них, Мурат Сурбеков, гражданский активист и сторонник бывшего депутата, он также выступил с заявлением, в котором сообщил, что он и еще несколько человек специально прибыли минувшей ночью в Москву, с тем, чтобы достоверно объяснить Умурбеку Токтогуловичу, какая в Кыргызстане в преддверии его визита складывается ситуация. Кто конкретно и какие акты готовит в период запланированных мирных собраний, предъявили ему ряд аргументов и доказательств, что провокации будут, и приложили все усилия, чтобы отговорить бывшего кандидата в президенты садиться в самолет. Уважаемые кыргызстанцы, однопартийцы, сегодня Умурбек Токтогулович принял очень ответственное и тяжелое решение. Мы всю ночь не спали, переживали, были рядом с Умурбеком Токтогуловичем. Мы специально прилетели, чтобы поддержать его. Нам с трудом удалось его уговорить принять такое решение, потому что ситуация в Бишкеке ухудшилась. Выявились третьи силы, и некоторые политики хотели воспользоваться в своих интересах теми людьми, которые хотели собраться для встречи Умурбека Токтогуловича. Всю ночь нам звонили однопартийцы и простые граждане, писали в социальных сетях. Когда уже наступило утро, сегодня мы посоветовались с людьми со штаба и приняли такое решение. Решение Умурбека Токтогуловича говорит о том, что он в первую очередь думает о спокойствии в стране. По моему мнению, Умурбек Токтогулович этим решением доказал, что он гражданин своей страны. Многие могут его осудить, назвать трусом, но время все расставит на свои места. Не нужно много критиковать, потому что он, как настоящий мужчина, должен пройти все испытания. Это было очень сложное решение, но если бы мы его не приняли, ситуация ухудшилась бы, была бы дестабилизация. Для нашего государства это не нужно. Умурбек Токтогулович даже каким-то образом пожертвовал своей репутацией ради страны. Сейчас каждый может писать по-разному, но, по-моему, это было самое правильное решение. Я прошу кыргызстанцев, партийцев и избирателей Умурбека Токтогуловича, мы должны поддержать Умурбека Токтогуловича. Он тот человек, который принес пользу стране. Мы прилетим в ближайшее время. И Умурбек Токтогулович мирным путем встретится со всеми, кто его ждал. В возможных провокациях, которые готовились сегодня со стороны некоторых деструктивных политических сил, сообщили в МВД. Ведомство распространило информацию о том, что у них имеются сведения о возможных провокациях. В этой связи они предупредили граждан и заверили, что следят за ситуацией в столице. Продолжение следует... Организаторы мероприятий по встрече Умурбека Бабанова в нескольких городах уже заявили официально об отмене этих собраний. Такое решение было принято, отмечают в партию Республика, после того, как Умурбек Бабанов сам лично сообщил об имеющейся у него информации о провокациях. Для того, чтобы третьи силы никак не воспользовались ситуацией, они отказались проводить ранее заявленные встречи. Партия Республика отменила мирные встречи, запланированные накануне в нескольких городах страны. Официальный представитель объединения объяснил это сообщением Умурбека Бабанова о том, что его прилет переносится на другой день. Благополучие народа важнее личных интересов. Жители Таласа, где сегодня также граждане собирались принять участие в мирном митинге, отозвались на решение Умурбека Бабанова перенести прилет. По их словам, таким образом он пытается помешать планам определенных лиц. В своих словах он отметил, что ему важнее безопасность его сторонников. Полтора года он провел за пределами страны и по-прежнему не ставит своей целью заработать какие-то политические баллы. Приезд сегодня, когда большое количество людей собирается на встречи, может быть чревато последствиями. Умурбек Токтагулович выразил свое мнение в аэропорту перед вылетом, остановив свой выбор на том, чтобы не приезжать. Он также объяснил свою позицию. Со вчерашнего дня поступала информация из разных источников, что вторые и третьи силы хотят к нам присоединиться и организовать что-то. Умурбек Токтагулович все рассмотрел и принял решение отменить свой приезд. Первая причина. Я думаю, что в Кыргызстане те люди, которые полтора года придерживались стабильности, хотят воспользоваться моментом и обвинить во всем Умурбека Токтагуловича. И чтобы этого не произошло, он не приехал. Я думаю, все это правильно понимают однопартийцы и сторонники. Мы не должны думать о собственных интересах. Нам нужен мир и спокойствие. Так как Умурбек Токтагулович хочет, чтобы был мир и спокойствие, мы хотели устроить мирную акцию. Все ждали его. Но в связи со сложившейся ситуацией он приостановил свой приезд, так как изначально хочет мир и спокойствие. Третьи силы могли воспользоваться ситуацией и организовать что-то. Чтобы этого не произошло, мы все отменили. Умурбек Токтагулович молодец, что принял такое решение. Столько добра он сделал людям. Надеюсь, общественность поймет его правильно. Раз уж дается добро на такие провокационные действия, мы приостановили организацию мирной встречи. К двум часам с разных районов должны были приехать люди. Сейчас мы со всеми созваниваемся и объясняем, так как мирный митинг, возможно, может закончиться провокацией. Бывшие коллеги Умурбека Бабанова по депутатскому корпусу тоже решили высказаться по случаю его решения не возвращаться в страну. Все это время сторонники Бабанова из штаба следили за тем, как развивается ситуация и собрали достаточной информации о том, что во время встреч Бабанова с гражданами могут быть подстрекатели. Что должно привести к столкновениям и как следствие к беспорядкам. Я внимательно проследил его обращение и я думаю, это очень был взвешенный и правильный шаг. Была информация о том, что готовятся какие-то провокации со стороны третьих сил. Конечно, этого нельзя было никак допустить. Я думаю, на первом месте всегда должна быть стабильность в стране, порядок, законность. И естественно, на первом месте должна быть жизнь и здоровье наших граждан. Не пройдет много времени и я думаю, он должен был вернуться в Кыргызстан. То есть он высказал твердое намерение вернуться. Просто подготовительные сегодня мероприятия были связаны с рисками, как я уже сказал, с рисками. И естественно, он принял решение. Конечно, это решение было очень трудным, но он принял это решение. Из веских оснований Умурбек Бабанов принял правильное решение. Угроза дестабилизации большая. Всем гражданам должно быть понятно, с какой стороны собирались запускать с провокацией. И намерение отказаться возвращаться в страну, можно сказать, спасло стабильности, может быть, даже жизни некоторых людей. Умурбек Бабанов правильно сделал. В ситуации могли воспользоваться третьи силы, и они могли устроить провокацию. Он же сказал, что для него прежде всего важно здоровье и единство крыгызского народа. И он не допустит дестабилизации в стране. Умурбек Бабанов не хотел подставлять кыргызстанцев, поэтому принял такое решение. Отменить митинги по всей стране. И еще одна деталь. Он сказал, что скоро вернется, в ближайшее время, что соскучился по своей родине. Значит, так и будет. Но сейчас не время. Провокации могут получиться с самой неожиданной стороны. Вот эта гипотетическая третья сила, она вчера, позавчера уже показала, так сказать, свою суть. Они выражены через социальные сети, через разговоров людей. То, что он сегодня принял вот такое непростое для себя решение, я считаю, было абсолютно правильным. Он нужен, Эмрюк Тухтовалович, для Кыргызстана, для решения насущных проблем, скажем, будем говорить, производства и экономики. Он, я считаю, правильно поступил. Конечно, любой гражданин Кыргызстан имеет право участвовать в политической жизни, в общественной жизни, собирать народ, настаивать свое мнение, агитировать. Этого и следовало ожидать, заключили многие граждане. И отметили, что Мурбек Бабанов в который раз пожертвовал своей репутацией, чтобы не позволить втянуть в чужие игры своих сторонников и земляков. Под публикациями в интернете пользователи оставляли свои комментарии. Они были разного характера и содержания. Но в их числе было больше тех, кто посчитал это решение правильным в связи со сложившимися обстоятельствами. Вот что писали люди о решении у Мурбека Бабанова. Жаль. Судьба человека не игрушка. То, что делают они, нечеловечно. Все правильно сделал. Ходят слухи, что здесь запланировали бойню, подготовили провокаторов, спецтехнику и гарнизон. Мы с вами, Мурбек Токтагулович, и встретим вас. Правильное решение. Вы доказали всем, что вы мудрейший человек нашего Кыргызстана. Для вас было тяжелое и нелегкое решение. Я думаю, вы сделали правильно в данной ситуации. Дай бог, вы обязательно будете в Кыргызстане. Успехов и сил. На этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.